Баня – это стабильно убыточное предприятие. Что же делать? Чиновники мэрии над этим вопросом думали не один год. И вот просчитали варианты и придумали решение – провести модернизацию котельного оборудования. Баня номер 9, что на сортировке, самая посещаемая в городе. Сюда приходит больше 8 тысяч человек ежемесячно. А вот оборудование не меняли полвека. Коэффициент полезного действия его был очень низок. Мы сами не тратим ни копейки. То есть есть экономия, за счет этой экономии мы будем выплачивать подрядчику эти средства. Нет экономии – значит мы не платим эти средства. То есть на себя подрядчик берет достаточно большие обязательства. В рамках энергосервисного контракта заменят паровые на водогрейные котлы. Прежние вырабатывали по тонне пара в час. Такое потребление бани не нужно. Пар продавали сторонним организациям. Сейчас такая выработка приносит убытки по 800 тысяч в месяц. Один котел еще не заменили, чтобы не останавливать работу помывочной. Это позволит нам по году экономить порядка более 2 миллионов рублей. И эти деньги можно будет, соответственно, перенаправлять, в том числе и на косметический ремонт существующей бани, и, соответственно, на развитие следующих. План у нас по работе по всем баням есть. Следующая баня на модернизацию уже выбрана. Находится она на улице Ташкентская. Договор с подрядчиком заключили. С 1 апреля начнутся работы и продлятся они 3 месяца. Средства, затраченные на модернизацию, также будут выплачены из сэкономленных. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.